Привет! В этом видео поговорим о возможном экстремальном путешествии для всех граждан Российской Федерации. Доступно с 21 сентября 2022 года. Это путешествие доступно для всех мобилизованных мужчин, которые собираются воевать на территории Украины. Но это путешествие. Вадим Ганец. Первое, с чем вы столкнетесь, это голод. Помимо боевых задач в экстремальных условиях, вам необходимо будет постоянно думать о том, где же найти еду на следующий день. Привет, мой сладкий. Как у тебя? Знаешь, что я сегодня кушал? И такого никогда не кушал. Животное. Барсук? Нет. Мышь? Нет. Крысу? Собаку. О, боже мой. Вас что, вообще не кормят? Ну, мясо, охота же. И что оно? Ну, ничего, так вроде нормально. Правда, это мясо жесткое. На сухпайки Российской Федерации рекомендую не рассчитывать. К сожалению, подавляющее большинство продукции просрочено. Поэтому, помимо боевых задач, вам необходимо будет постоянно думать о собственном пропитании. Вообще ничего не кормят, да? По помойкам ровемся, как у меня. Какими надо быть дебилами вашим генералам, чтобы, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками? Сейчас февраль 22-го года. Вы в Украине. Вы погибаете в Украине непонятно за что. И вас еще, блядь, снабжают вот этими, сука, просроченными пайками. У вас что покушать? Ой, покушать. Вот банки привезли консервированные. Какая-то закуска, там морковка, капуста. Мы сразу ее выкинули. Черня полная. Как парочат. Да, возможно, рядом будет какой-то гастроном, где-то придется ограбить. Возможно, прийти в чью-то семью и отнимать последнюю еду у и так голодных жителей оккупированной территории. Да, для многих это не составит труда, но для тех людей, у которых еще оставилась хоть какая-то совесть, будет крайне сложно психологически проходить эти барьеры. Второй экстремальный элемент вашего недлительного путешествия территорией Украины – это холод. Насколько бы человек не был закаленным к холоду, постоянное нахождение в тяжелых условиях способно развить в организме множество проблем, которые могут быть смертельно опасны. Упадок сил, мотивации – минимум, на что вы должны рассчитывать. Такую штуку вообще ничего нет. И вот у меня такое же. И я вообще прям, вот один в один, как ты сейчас сказал, у меня такое ощущение, что у нас вообще ничего нет. Вот я хожу сейчас вообще, у меня достичь вещей украинских носков, и я понимаю, насколько они, какие они пиздаты наши уставные носки, и я не знаю, о чем они получатся. Да, конечно же, есть определенные навыки выживания у каждого человека, но большинство из них выдадут вашу локацию вооруженным силам Украины. Третий пункт вашего путешествия – это ржавое старое оружие времен Второй мировой войны. И принимать быстрые решения будет довольно сложно, потому что постоянно будут осечки, осечки в оружии. Оружие – это ваш рабочий инструмент на войне. И если ваш инструмент не способен выполнять ваши задачи, то на войне вы лишь мишень. Ну, вон, автоматы получаем. Это пизда просто. Я лахаю вещи просто. Смотри. И батья в рот. Самое паскудное – это четвертый пункт. Когда вам нужна будет помощь. Если вас ранили, если вам стало плохо, вы оборачиваетесь назад и видите рядом пьяных сослуживцев, которые не способны выполнять приказы того же пьяного командования. Потому что это конченная организация, ебаная. Все бухие, все синие, сука. И всем похуй то, что сейчас нас разъебашут здесь, нахуй. Горайкин синий, Золотко синий, нахуй. Командир полка синий. Все синие, нахуй. Зато ему вручили сейчас полковника, нахуй, досрочно, блядь. И героя, нахуй, России, блядь. А у нас, нахуй, всего 60 танков, 60, сука. Осталось 18, нахуй. Нашел я начальника штаба, короче, нахуй. Он в говно синий, вообще просто вбрись. Командир полка такой же, нахуй. Ну с таким командованием, нахуй, я ебал в рот воевать. А что, долбоеб, что ли, нахуй. Мясо пушечное, нахуй, что ли, блядь. Наше командование, которое у нас, понял, они получили провизию, там, сигареты, ебать, питание, блядь. Знаете, что они сделали? Руководство наше все съебалось, нахуй. Всех кинуло и съебалось. Не дали людям, блядь, мне путь к отступлению, блядь. Ничего не сказали. Даже провизию не принесли, ебать. Наркота, которую нам выдали. Максиму Гурдину наркота. Нет, блядь, командиру. Блядь, доехали туда, говорит, ебать. Они, блядь, без броников, без нихуя пошли в магазин пиво покупать. Ебану все. Он говорит, вы что, ебанутый? Я, говорит, очередь приебал. Я, говорит, вы что, ебанатый? Вы вообще знаете, куда едете? Да, если вы пришли выпивать в армию, то там вам и самое место. Но если вы не для этого там, подумайте тщательно. Как вообще можно сработаться с подобными людьми? И пятым будет завершающий пункт в вашем списке. Ведь украинские войска каждый день получают огромное количество современных технологий, оружия и взрывчатых устройств. Каждый день украинские люди, простые люди, собирают огромное количество денег на бронежилеты, дроны, которые с легкостью помогают вычислять противника в различных условиях. А после их вычисления современные гаубицы полу, а то и полностью, автоматически, выпускают залп, который уничтожает десятки людей в считанные минуты. Ага. Сука, птичка считала, нахуй. А у нас ковш копает, там, большая копа копает ковш. Прямо возле нас, как начали граждан, нахуй. Бум, 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 бум. Че? Самый ебанутый день, нахуй, за все время, пока я здесь. Самый, сука, тяжелый и страшный, нахуй. Запустили птичек, нахуй, птички полетали, нахуй, просветили, координаты скинули, нахуй, и как уебали, нахуй, ураганами, смерчами, блядь, нахуй. А у вас нету, что ли? Да никакой ничего нету, нахуй. Волохи ебаные, мы сюда, Россия, великая держава, блядь. Сука, сами занятили эту спецоперацию, блядь, нахуй. И, сука, Россия, блядь, школьники нам присылают, в монетарке, они нам пишут письма, что они нам отправляют, собирают. Блядь, в натуре пидоростия, ебаная, блядь, Россия, ебучая, блядь. Ну, тут, знаешь, это просто пара на убое. Тут нету, тут галлотости вообще нету. Просто идешь, тупо, идешь, и тебя, они просто поджидают, 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 поджидают. У них уже эти окопы пристрелят, и, блядь, докуда доходишь, определяла точка. Они надо за тобой наблюдают, блядь, ищут их, как тебя там просто. Сидят кофе, пьют по кнопочке, нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. Куда стрелять, кому стрелять, никого нету, блядь. Хуй его знает, а ты, блядь, что-то, долбоем, блядь. А наши, долбоемы. Даже попасть не могут, блядь, в них. Вычислить не могут, блядь. Наши тупорые, бревяда, блядь. Армия наша. Медицинского, мальчик, придурком, блядь. Ебучим очень. Каждый день здесь люди помирают. Просто, блядь, ни за что. Так а че, ну вам же надо танками там стоять, чтобы на дальние расстояния. Да с хули, суку, мама. Они начинают бить тебя за 3-4 километра, блядь. Куда ты танцы стрелаешь? Да, конечно, тебе не бить. А у вас сейчас такой техники нет? Нет, у специалистов, блядь. Специалистов нет. А они хуяляют, уже, наверное, вагонов 20 снарядов уебали в никуда, блядь. Но есть и хорошие новости. Подобного путешествия можно избежать, просто сменив место жительства. Внутри страны или за ее пределами. Такие страны, как Финляндия, Норвегия, Грузия принимают через сухопутные границы многих русских на данный момент. Но сменить место жительства недостаточно. Необходимо говорить всему миру о том, что вы не согласны с подобными решениями вашего правительства. Необходимо идти уверенными шагами на смену правительства в России. Если так уж вышло, что ваши знакомые, ваши друзья или даже вы попали в армию, вы все еще можете спастись, сдавшись в плен. Для этого необходимо сложить все оружие, отойти на 5 метров, поднять белый флаг и кричать о том, что вы сдаетесь. Если у вас собралась группа людей, вы также можете поднять белый флаг и сдаться украинским войскам. Более того, если вы сами захотите, вы можете продолжить сражаться на стороне Украины. Подобных случаев хватает. Крайне вас прошу не ехать в подобное путешествие. Избегать его любой ценой. Путешествия, в которые стоит ехать, вы можете увидеть на моем канале. Исследуя 30 стран, я понял, что путешествовать надо трепетно. Изучая культуру, природу, общаясь с простыми людьми, заходя в забегаловки, в которые ходят местные. И в каждом путешествии я встречал безумно интересных людей, которые расширяли мое мировоззрение. Друзья, я очень хочу, чтобы вы продолжали путешествовать вместе со мной. Но без оружия не стоит умирать за чужие интересы. Я очень надеюсь увидеть вас в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok